Вот у нас обстрелы. Офигеть! И где-то засветилось. А сколько время? Это третий. 12 минут первого. Твою ж дивизию, ребята. Четвертый. Сигналки сработали. Только спать собрались. Ай, господи, тревоги не было. Вот, включили воздушную тревогу только. Мы слышим продолжение Баха. У нас продолжается, как вы слышите, обстрелы. Уже не знаем, какие по счету. Всем привет-привет! Доброе утро, друзья! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня у нас 24 августа. 5 часов 25 минут утра. Ночь у нас была очень неспокойной, как вы уже увидели и услышали. Около 4 утра. Были повторные Бахи. Опять мы проснулись. Только уснули и снова проснулись. В общем, не выспались. Глаза пекут. Но на работу нужно ехать. Работу никто не отменил. Поэтому пью утренний кофе, чтобы хоть как-то взбодриться. На улице слышу ветер. Сейчас за велосипед и вперед на работу. Наверное, по дороге проснусь. Так у нас все по-прежнему. Свет, газ, вода. Связь есть. Машины за окном ездят. По поводу прилетов по городу запорожские власти сообщают, что попали в городскую инфраструктуру. Повредили. Там идут работы. О жертвах уточняется. В общем, точнее информации нет. Так что, ребятки, берегите себя. Держимся. Надеемся в светлое будущее. Все должно быть хорошо. Всем всего только самого мирного и доброго. А я с вами хочу, ребятки, поделиться вчерашним днем и маленьким позитивчиком. Кому интересно, оставайтесь, смотрите. Еще раз спасибо огромное за комментарии, за поддержку. Вы у меня самые-самые лучшие. Мне хочется всех и каждого вас огнять. Еще раз всем привет. Я приехала с работы. И хочу вам показать небольшой обзор покупочек. Артурчик сейчас скупился. Попробую рассказать вам цены. То, что запомнила. Артурчик покупал на рынке, что-то в магазине. Ну, в общем, давайте смотреть обзор. Вот такие покупочки у нас сегодня. Давайте по порядку начнем с пива. Стелла Артуа, безалкогольный, стоит 37 гривен. А в такой вот баночке 34. Персики. В этом году мы первый раз их покупаем. Стоит 40 гривен за килограмм. Вот такие красивые огурчики 25 гривен. Розовые помидорчики 23 гривны за килограмм. За литровую баночку вот таких черных семечек 25 гривен. А тыквенных семечек здесь пол-литра 35. Дальше Артурчик заехал на оптовый склад и купил вот такие лаваши. Я вам показывала перед этим, когда мы делали вкусненькую закусочку от Ирины Месиловой. Вот Артурчик два купил. У нас они стоят там по 13 гривен. Как вы видели, размер там большой. Вот такой хлебушек стоит 10 гривен. На оптовом складе Артурчик хлебушек не на оптовом складе, в другом магазине, в трэш. И пиво Артур там покупал. Так, а на оптовом складе мы купили снова вот эти печенюшки. Очень мне нравятся, очень вообще. 77 гривен за килограмм. Тут грамм 300. И, ребяточки, вот, покажу вам тримминг. Потому что некоторые подписчики спрашивают, что такое за рыба тримминг. Это обычная рыба, красная семга или соломон, кто как ее называет. Тримминг, потому что полоски. Вот, посмотрите, ее продают вот такими полосами, без кости. Вот такие, видите, они мясные. Вот, прям вообще идеальный такой вот кусочек попался. Тримминг, скажу вам, подорожал. Раньше мы его покупали 210-230 гривен за килограмм. Сейчас он стоит 280. Здесь нет килограмма, здесь 880 грамм. И, смотрите, мы купили снова крем-сыр. Вот такой. И вот такой вот у нас продается с добавлением трав. Вот такой крем сейчас уже без акции стоит 50 гривен с копейками. Не помню копеек, или 40, или 90. Ну, в общем, ну, можно считать 51 гривну. И, как вы уже, наверное, догадались, мы хотим снова с Артурчиком приготовить эти закусочки, которые в лаваше с красной рыбкой. Добавим туда огурчика. Ирина Месилова, привет вам огромный. Спасибо за такой рецепт. Нам очень-очень понравилось. Если бы не понравилось, мы бы не покупали. Поэтому спасибо еще раз огромное. И Ирочка, когда смотрела видео, когда я готовила эту закуску, да, Ире понравилось, что мы купили именно такой лаваш, прямоугольный, и он скрутился полегче. А те круглые лаваши, которые, все-таки я никак не запомню, как они называются, тортильи, тортиньи, ну, в общем, вы понимаете, да, там 4 круглых таких лаваша. И Ирочка говорит, когда их скручиваешь, ну, понятно, во-первых, круг, да, края уже будут неровные. И плюс, говорит, края бывают суховатые, не очень удобно. А здесь завернул, края все мягенько было, все хорошо, как вы уже видели. Сейчас я вам не буду показывать, как я их готовлю, уже покажу в готовом виде. А в конце видео мы в конечной заставке прикрепим переход на видео с приготовлением этой закусочки. Вкуснючий, вкуснючий. Многие написали, что хотят попробовать. Пробуйте, ребятки, нам понравилось. А я еще сейчас разберусь со стримингом. Посолю его за малосолю, можно сказать. Я малосолю в равных пропорциях. Соль, сахар, все. Быстренько перемешаю, дам постоять пару часов, и у нас будет прекрасная рыбка. А остальное я заморожу. Я пока тут все подготовлю. Для вас пройдет секунда, а для меня несколько часиков, потому что еще вечером нужно шекеля выгулять. Так что не прощаюсь. Ребятки, привет! Мама меня сегодня будет кормить персиком. Видали, каким? Ой, ой, ой. Только, конечно, шкурочку ему нельзя. Сейчас мама почистит. Завлядывает за экран. Да, вы бы видели, как она чистит. Зубами. Шекеляша, отодвинься. Отодвинься. На, пап, снимай. Вот так. Сиди. Как абрикоска, да? Ой, персики полезные. Козы, все полезно, что в рот полезло. Видите, как в рот лезет? Козы, мама меня любит с папой. Папа персики купил. Ой, у меня слюни текут. Он так вкусно кушает. Смотрите, уже сколько съел. Козы, мама почистила. Все. Нет, шкурку не подгрызает. Дай прожевать. Шкурку не подгрызает. Он хочет так. Все. Видите, как с каземалом не надо для счастья. Всем, кто кушал со мной, приятного аппетита. Вот. И заляпшился. Очень вкусно. Очень-очень вкусно. Всем привет лапкой. Вот, ребятки, сделали мы две вкусняхи. Тот раз у нас остался кусок и мы оставляли на следующий день его доедали, кушали. Лаваш ничего не размяк. Надеемся, этот раз будет точно так же. Потому что сейчас попробовать мы не можем. и утром. У нас слюни текут. Да. Кафетка получилась. Уже сейчас, уже вот, смотрите, пол девятого. Ему еще нужно пару часов, часа два, три полежать в холодильнике. Сделала с огурчиком, добавила огурец. Надеюсь, все будет отлично. А завтра приеду с работы и мы покушаем с огурчиком. расскажем вам, как получилось. А должно быть вкусно. Хотелось бы, конечно. В тот раз было вкусно. Всегда первый раз всегда вкусно, второй раз потом может не получиться. Мы будем надеяться. Я старалась. Ну, а на этом, ребятки, буду заканчивать запись в своем дневничке. Вместе переворачиваем страничку. Конечно, в светлое будущее завтра. Всем мира, добра, здоровья. Всего только хорошего. Всем ангела-хранителя. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»